Слава Иисусу Христу! Служение в Белгороде! Церковь поток жизни! Утреннее собрание! Воскресное служение здесь! Пусть Господь благоставит! Молитесь о духовном пробуждении Белгорода! О духовном пробуждении земли Белгородской! Во имя Иисуса Христа! Мы встанем на Ваши ноги, помолимся Богом всемогущим! А что да! Благословим еще раз все вместе! Это время! Благословим! Наши сердца войдем в покой, дабы прославить нам Господа всемогущего Творца неба и земли! Сегодня у нас приехал к нам брат, наш гость, Сергей Журавлев! Поприветствуйте! Мы очень благодарны Вам, что Вы приезжаете, что несете Слово Господа для всех нас! Для нас это всех очень ценно! Мы благодарны Вам, благодарны Богу за Вас, за Ваше служение! В церковь помолимся! Владыка неба и земли, Тебе слава и хвала Божия! Тебе слава и хвала Творец всемогущий! Мы благодарим Тебя за то, что Ты позволил нам сегодня быть на этом месте! За то, что Ты позволил нам сегодня стоять здесь, Господи! За то, что Ты милый Свою являешься, Господи, и здесь! Что наши ноги, Господи, они вводят, и они донесли нас сегодня! На этом месте благодарим Тебя, Святой Господь! Благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты являешь милость, Господи! И мы дышим воздухом, который Ты сотворил! За то, что Ты являешь милость, Господи! И мы имеем возможность славить Тебя, Творца Всего огущего! Славить Тебя, Возвращающего Бога! Адельнуя, Бога, и слава Тебе и хвала! Примя, Господь, эту славу сердца! Примя, Господь, эту славу, Господи! Милости Твоей нету ни конца, ни края, ни пугающего отрека! Мы прославляем Тебя, Господь! Мы прославляем Тебя, Творец! Слава и хвала Тебя! Бог, милостивый, милующий нас до тысячи родов! Мы прославляем Тебя, тысячи родов! Боже, благослови Ты всегда и везде! Благослови, Господь, это место! Благослови Господи Тебя, кто будет поклоняться сегодня внуки и вестеринь! Благослови тех, кто сегодня за пузыкальными инструментами! Тех, кто сегодня будет говорить Слово от Тебя, Боже! Благослови уши слышающих! Которое мы принимаем, и с благоговением, Господи, благодарны пред Тобой за то, что Ты, невинный, пострадал за нас, за грешных! Тебе слава великому и хвала вовеки веков! Слава Тебе, Господь! И хвала Тебе, Великий! Аллилуйя! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок 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 Сила! 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 Это моё сила! Это мотивация, друзья! Радуйтесь! Господи! И ещё раз говорю вам! Радуйтесь! 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 Привищно славославны! Внутри нас, Иисус! Внутри нас рады! Радость наполняет всё внутри! Наполняет всё внутри! Радость наполняет всё внутри! Голоса и сердце моего! Радость наполняет всё внутри! Радость наполняет всё внутри! Радость наполняет всё внутри! Субтитры подогнал «Симон» 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 «Сила, сила, сила моя» «Сила моя» «Симон» 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Пусть рукопрещут наши руки, пусть голоса наши не будут возвышены. По милости, Господи, познакомим Тебе, Господь. Воспользуем Тебя, Господь, в нашей жизни в Твоих руках, Святой, 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 Господь, Святой, Владыка, Небо и Земли, мы благодарны Тебе, бесконечно благодарны Тебе, Господи, всегда и везде. Благодарим Тебя, Господь, за то, что имеем эту возможность пребывать в Твоем Духе, пребывать, Господь, в Твоем поклонении, в помазании, в Твоем, Господи, в шалобе Твоем. Великому Богу слава и хвала. Аминь. Детки. Знаете, я помню, один раз было, полцеркви вышло. Полцеркви детей просто, вопло, хориды заполнило. И это было внутри прекрасно, потому что, знаете, когда... Когда у нас есть дети, мы на них видим, мы на них видим, как нас Бог любит. Потому что Господь нас любит, и мы можем увидеть, как Господь любит. Вот, например, я, как отец, я могу понять, как меня мой отец всемогущий любит. И даже еще, ну, хотя бы приблизится только через свою любовь к своим детям. Поэтому давайте сейчас руки наших прострем, просто благословим их. Мы просим Господа, чтобы Он хранил на всяких путях, оберегал их. И всех деток, которых здесь сегодня нету, и с нами, кто приболел, кто дома, как бы, в каких-то условиях, помолимся о них. Молодой к небу и земле, молим Тебя, детям, благослови их, Господи. Благослови их, Господь, на всех путях их. Благослови их, Господи, где бы они ни были, молю Тебя, храни их и оберегай. Оберегай, Господь, от рукавого, храни их, Господи. Молю Тебя, Господь, пускай дни их будут в Тебе, пускай дни их жизни, Господи, будут посвящены Тебе, Господи. Молю Тебя, Господь всемогущий, чтобы Ты храни их, Господи, чтобы жизнь их была в Твоих руках. Храни их здоровье, Господь, храни их разум, Господь. Хоть в сердце в них не проходит, луковые стрелы его не поражают. Болю тебя, Господь, сохрани, сохрани, Господь. Убереги, дай вырасти и встать им служителями тебе, Господь. Дай им стать, Господь, любящими тебя можно. Это самое главное в жизни, Господь. Поздать тебя, Господи, и уйти к тебе, познавшись тебя, Господь. Я молю тебя за каждого из них, чтобы каждый из них принял решение. Быть крещённым в тебя, Господь, бодным крещением. Благослови, Господь, чтобы они размышляли об этом. Слава тебе, Бог, Бог, учи. Слава тебе, Всенержитель наш. Мы благословляем их и благословляем тех, кто будет сейчас присматривать учителей, Господь. Тех, кто будет присматривать за ними, Господатели, Господи, слава и хвала тебе. Слава и хвала тебе. Будь благословен, Господь. Болю тебя также за тех ребят, которые сейчас приболели. Господи, восстанови их здоровье, Господи. Пускай, Господи, унитет просто от силы твоей возвысится вверх, Господи. И он не снял всякий вирус в имя, Господа нашего Иисуса Христа. И не будет болезней, Господи. Вы в теле благослови, Господь. Чтобы все болящие, которые сейчас находятся, Господи. Те, кто наши братья и сестры, Господи. Воспалю в них иммунитет невероятной силы, Господи. Который не от человека, но от духа, Господи. И будет вытеснен просто враг. И будет вытеснен выряд вирус, Господи. Помилуй, Господи. И в милость свою, Господь. В силе своей, Господь. Проми чудо свое, Господи. И мы восхваляем Тебя, Господь. Восхваляем всегда и везде. И за чудеса Твои, Господь. Восносим к хвалу Тебе, Всемогущей. За небо и земли. Аллилуйя. Аминь. Просто прекрасно находиться. В Доме Божьем не был давно. То в командировках, то в отвесках, то еще где-то. То плохо мне было, пастор на руках у меня все вымодел. Знаете, в этом во всем увидел некую благость такую. Находиться среди собраний. Среди собраний святых. Находиться там, где хвалится имя Господа нашего Иисуса Христа. Это милость Его. Сегодня находиться вам и мне тоже. Здесь на этом месте. Слушать песни, прославлять. Быть участниками в даяниях. Будь участниками в пожертвовании, в десятины. Будь участниками в том, чтобы руки воскладывать, молиться. Это милость Божия для нас, для всех. Я сегодня хотел бы сказать небольшое такое слово. Давно готовил, давно готовил. И пришло внутри, знаете, такое по поводу вот именно десятины. Размышлял долгое. Я как бы, кто помнит, не помнит, я даже размышлял до такого, что понял, о чем мне об этом размышлять. Неужели в своих размышлениях я не пытаюсь найти какой-то такой, знаете, норку туда, чтобы нырк-нырнуке сказать все. Я нашел себе оправдание и сижу там, знаете, как вот, ну, это же новый завет трясти. И говорит, что, ну, как бы, все теперь, вот. А нет. Я выхожу из этой норы. И знаете, да. Я считаю все-таки, что десятины пожертвований имеют место быть. Потому что мы с вами берем не просто новый завет, но и ветхий завет. Моего Господь говорит, что я не пришел его вообще удалить. Я пришел его исполнить. Он исполнил его сполна. Но нам с вами сегодня, мы смотрим туда и видим, как законы Божи, которые, ну, которые он высвободил, они как часы работают. Они как песок морской. Неужели мы не видим, что сегодня происходит? Да, мы имеем спасение, соответственно, крови Христа. Соответственно, крови Христа. Но мы же не отменили с вами и храмовое служение. У нас вот есть храм, и у нас оно также есть. И мы также приходим сюда и любим Господа, и также славим Его, и также возносим Ему руки. И поэтому, я когда приехал с командировки, мы так далеко с Володей были, оказывается. Да. Где медведи ходят по дорогам. Честно. Даже видео есть. Не видел, самые люди снимали. Я понял, знаете, везде Господь есть. И там люди служат Богу и любят Его, сильные любят Его. И приносят десятины пожертвования. И с трепетом. Кто-то как-то, кто-то почему-то. Но все равно служение Господу, оно всегда движется. Оно всегда в движении. Оно всегда набирает оборот. Я хотел бы вас вдохновить, чтобы, знаете, оно внутри нас набирало хороший такой, глубокий оборот, чтобы мы не смотрели на этот мир. Но дали возможность сегодня себе высвободить служение Господне, чтобы оно набирало больше оборотов. Это будет для нас благословением. Почему? Ну, потому что в десятинах я понял такую вещь. Если я постоянно размышляю, так, а десятина закон, десятина незакон, десятина туда, десятина сюда. Да какая мне разница? Какая мне разница? Чего я ищу, скажите? Норку для себя ищу. Нырнуть в нее, в эту норку, и сказать все как бы. Да это деньги не мои. Это всего лишь, это всего лишь часть, которую я имею возможность принести для того, чтобы работал процесс, запущенный Богом. Аминь. Церковь поставил Бог. И если я являюсь соучастником этого, так благость для меня, что я хотя бы этим могу, так Господь и говорит. Малахия 3.10, любимое, даже место с вами, да? Десятину, я, кстати, современный перевод хотел бы открыть, она там пуля такая интересная. Десятину сполна принесите в хранилище храмовое, возвратите ее. То есть мы берем, мы берем, мы получили, и мы возвращаем ее, десятую часть, в хранилище храмовое, чтобы в доме моем была пища. И так испытайте меня, говорит Господь. Испытайте, испытайте. Он говорит, в деньгах, ну, хотя бы в деньгах испытайте. Ну, хотя бы в этой сущности. Она важная сегодня для нас, по-любому важная. Потому что мы сегодня с вами тратим наш ресурс, драгоценный, для того, чтобы зарабатывать эти деньги. Мы тратим свое время для того, чтобы зарабатывать. Кто-то тратит сегодня 20 дней, из этих 20 дней, 8 часов ежедневно тратит свое время для того, чтобы заработать, ну, примерно 50 тысяч. 5 тысяч, Господь говорит, отдай. Мы можем сказать, это, конечно, Ветхий Завет. Да, это Ветхий Завет, 100%. Но я хотел бы, чтобы я был причастником того, чтобы церковь наша развивалась. Чтобы там была постоянная пища. Потому что, ну, если мы считаем раньше, там вообще это служение забыли. Там вообще это угнуло, и оно удалилось. Почему? Потому что, ну, неохота, знаете. Ну, неохота от себя. Ну, это же внутри есть какая-то такая вот заковырка. Ну, я же зарабатывал. Ну, это же мои деньги. Я же их заработал. Господь вот так может сделать. И я же, я знаю, в один такой момент, мне епископ однажды говорил, на свадьбе была, ну, немножечко сейчас, ну, по поводу вот именно вот этого щелчка. Была свадьба, и на свадьбе собрались разные люди, кто веровал, кто не веровал. И вот этот парень, не знаю, какой дух его побудил, он встал и сказал, знаете как, да где ваш Бог? Да где ваш Бог? Ему сказали, будь аккуратен в своих словах. Слово не воробей. Будь аккуратен. Знаете, последствия какие были? Его парализовало. У него осталось шевелиться чуть-чуть рука и чуть-чуть нога. Этим самым он похулил Богом. Господь ревнитель. И он его положил. Один микроб залетел. Один микроб залетел. Все. Мы с вами сегодня видим некоторые ситуации, которые происходят глазами своими. Но мы многое не видим, что происходит сегодня в духе. Мы многое не видим, что сегодня Господь где нас оберегает и охраняет. Многие могли бы не дойти сегодня. Отсюда не дойти могли сегодня. Потому что ангелы-хранители оберегают. Потому что Бог сказал. Пусть берегут нас. И пусть берегут. И слава Богу. Поэтому, вы знаете, здесь с десятинами Все очень так, знаете Я бы не хотел, чтобы в наших сердцах Ну, точнее, в своем даже сердце Я про себя буду говорить Я бы не хотел, чтобы в моем сердце Я обращал на эту сторону часть Я бы хотел, чтобы оно было туда направлено Это пусть свое будет, оно своим чередом Чего мне в эти норки мерять? Чего мне искать там там оно десятина Сямо оно десятина Принесите одиннадцатину Вот Здесь измещает десятый пес Дюнадцатину Я понял, что если я Беру К примеру Можно разделю Эх, Дмитрий Михайлович Все будет Если Доску развернусь Сейчас Спасибо Вот он, он яркий Это вот здесь Это церковь А это вообще мир Вот там земля Доллары Я понял, что так Я зарабатываю К примеру Пятьдесят тысяч рублей Четко Мы где на земле? Мы вообще То есть я вот здесь Вот он выбор Вот он Мой выбор Да И если я принес сюда То от меня Не убыло Пять тысяч рублей От меня прибыло В церковь Божию Пять тысяч рублей Я никогда бедным не останусь Если я буду сюда Приносить Неужели я надеюсь на себя? Неужели Бог не силен Восстановить Из бедии двадцать пять? Силен Я понял Что если я сюда не принес То значит они остались у меня И я их Все равно потрачу Я же их не сохраню Я их все равно Куда-то я их тяну Это не просто так Что Ну я не понимаю Ну как бы Я не буду я Это Я их оставлю И не просто оставлю Я их потрачу Ну раз потрачу Значит они уйдут куда? Ну не на дело Божье А на дело мое А нам надо Знаете как Я как понял Нам надо искать воли Господа нашего Иисуса Христа Чтобы исполнить Я думаю что Одна из воли Божьей Чтобы мы были участниками Чтобы церковь Божия Чтобы дом Божий Он все таки имел возможность Как-то расширяться В чем-то участвовать В каких-то мероприятиях Это уже даже Ту же даже аппаратуру Даже дом Божий построить В основном поставить Чтобы в церковь Чтобы было куда прийти Неориентованно Я кстати за счет этого Тоже не против Орендованный Слава Богу Неорендованный Слава Богу Аминь Проще как-то отношусь к этому Поэтому церковь Все по сути-то просто Все очень просто Если я приношу Десятину в дом Божий То я значит соучастник Не приношу Можем сказать Что где-то Ну как бы Знаете такое слово Это не побор И вот оно как-то врезается Так это не побор Но побор Побор Само понимание Для меня слово Побор Это когда я Насильно Забираю у кого-то что-то Вот это побор Я захожу И с насильственными действиями Замираю у кого-то что-то Манипулирую Как-то еще что-то Ну на самом деле Побор Ну это куда же Это побор Это моя часть Я потому что Я вымываю с вами В месте церковь Христа Поэтому давайте Помолимся с вами Алексей Запустил жертвы Пусть совершается Я честно с вами говорю Лучше всего Знаете Заглянуть вовнутрь Глубже немного Не за дедьмой Не на десяти Ну а дальше И понять А почему Как-то так получается Почему Почему я ищу много Почему я ищу Укрыться От того Чтобы не нести Для чего Ну тогда надо Значит Ну есть возможность Прийти ко Христу И сказать Господь Я не хочу Я так не хочу Удали из меня Жадность Удали Господь Из меня Жадность Какую еще Я думаю Ну вы знаете Если бы у нас С вами было бы Доверие полное Богу Стопроцентное Доверие полное Богу Ну Возможно Почеркну Возможно У нас бы не было В этом Вообще Не проблема Даже Не задумывались Об этом В еврейской традиции Вот Ну там Христос Когда Был при закровищнице И кидали деньги Я помню Проповедь Слушал И там Священник один Рассказывал Что приходили Когда евреи А там Типа как сундука было И они так бросали Монеты же были Не положите Звянь Так что вы Слушайте Сколько я Слушайте Звенит Это я Женщина Одна подошла Кинула так Что никто Не услышал А Христос Говорит Смотрите Даже не слушайте Ее слышно не было Он говорит Смотрите Она положила По нашим меркам Сегодня Пять рублей Это пять рублей Две ленты Десять рублей Положила И больше не было Вообще Вообще не было Это были ее Вообще все деньги Это ее составило Ее часть была Сто процентов Сатина Или как ее сказать Да Она отдала все И Христос ее отметил Великий Боже Слава Тебе И хвала Благодарна Тебе Господь Неба и Земли За то что Ты Боже Даешь возможность Нам Быть частью Быть частью Твоего движения Быть частью Твоего служения Господи Быть частью Того Чтобы развивалось Господи Развивалось Твое служение Как евангелизационное Служение Господи Так и Другие Как в принципе Чтобы Твое служение Оно было Боже Благослови Все эти финансы Мы знаем Господи Что они пойдут На развитие Господи Мы знаем Что они пойдут На то чтобы В доме Твоем Была пища Благослови Господь Нож Господи Чтобы мы могли Делать что-то Больше Господь В Царстве Твое Нести больше Господь Для Тебя Господь Чтобы наши сердца Не были прилеплены К этим финансам Это сильное Господь Быть освобожденным От этого Это сильное Господи Не быть в зависимости У денег Нельзя служить Двум Богам Помоги нам Господи Всегда будь щедрыми На даянии Помоги нам Господи Чтобы наше сердце Всегда было Только к Тебе Прилеплено Чтобы оно принадлежало Только Тебе Господи И тогда мы всегда Господи Будем доброходно Дающие Чтобы у нас Господь В сердце было Доброе На даянии Слава И хвала Тебе Аминь 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 Исходость Мир Перешила Мое Сельце И Стаса Мир Мастас Разбил Мое Твоя Время Появ На Воронцов Будь Пою Царя Аминь Подышу По Верну Я Парил 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 П ПЕСНЯ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! Добро пожаловать на наш канал!